23 февраля вся страна отмечает государственный праздник День Защитника Отечества С праздником! Это дата символ мужества и героизма, доблести и отваги российских воинов В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Городской телеканал «Гениус» подготовил к этому празднику видеофильм Все внимание на экраны Защита Отечества – это священный долг каждого гражданина Для нас самым ярким примером воинской доблести были и остаются ветераны Великой Отечественной войны Круженики тыла, которые своим мужеством и стойкостью вписали золотые страницы в героическую историю нашего государства и его вооруженных сил В городе свято чтят память воинов-защитников Традиционно основные мероприятия проходят на холме славы у мемориального комплекса На памятных митингах, проводимых ко дню защитника Отечества, парадах, посвященного победе Великой Отечественной войне, ко дню вывода советских войск из Афганистана Звучат слова благодарности от руководителей актива города, общественных и политических деятелей и студенческой молодежи Тень пролит их слез О тех, кто уже не вернется из боя О тех, кто не вспомнит уж русских берез Им вечная память за подвиг и храбрость О тем, кто вернулся в родную страну Вам наша признательность и благодарность Стереть вы из памяти эту войну Хасаверт гордится огромным вкладом, внесенным горожанами в победу Великой Отечественной войне Высокий патриотизм, твердость духа и мужество проявили наши земляки в тяжелые для Родины годы Из более 14 тысяч хасавертовцев, добровольно ушедших на фронт, более половины остались на полях сражений Родина высоко оценила их ратный труд Десять наших земляков стали героями Советского Союза, а один полным кавалером Ордена Славы Спустя полвека, после окончания войны, хасавертовцу Абдухакиму Исмаилову было присвоено звание Героя России О героизме нашего народа мы должны помнить На их примере должно воспитываться подрастающее поколение Нам поставили задачу во что бы то ни стало погрузить на трехстагах красное знание А взят был только один этаж, с остальных четырех вовсю стреляли фашисты На эту башню мы прорвались с боями, пока поднимали знание, каждую минуту думали, что нас сейчас застрелят Активно свою общественную работу ведут ветеранские организации города Посещая на дому ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской компании, событий 99-го года и правоохранительных органов Уступая перед молодежью, они неизменно призывают брать пример с отважным и мужественным представителем старших поколений И быть готовыми в любую минуту стать на защиту Отечества Когда мы услышали об этом, то нам было по 15 лет, лет общественного года Вот мои ровесники тоже по 15 лет Мы сразу воспрямили духом, в смысле Этих немцам мы разобьем дух и прав Не пройдет и две недели, как мы их видим. Почетными гостями всех мероприятий бывают ветераны Великой Отечественной войны, участники афганских событий, народные ополчевцы 1999 года, военнослужащие, ветераны и офицеры органов внутренних дел и работники военного комиссариата. Молодые горожане всегда готовы прийти на помощь по первому зову Родины. Молодежь в обществе принадлежала и принадлежит ключевое место. Они – будущие страны и его защитники. Поздравляю вас в повестении с мужскими праздниками 23-х годов. Желаю вам, чтобы здоровье вас не повозило, стало скрепно и непобедимым. Семейного благополучия, счастья, финансового достатка, успехов в работе и всего самого наилучшего. Почу поздравить наших дорогих мужчин с праздником. Желаю вам первого дня здоровья, чтобы всегда было мирное небо над головой, семейного счастья, добра, любви к Кавказскому долголетию. Уважаемые наши мужчины, поздравляю вас с днём и с днём и с днём и с днём. Желаю вам доброго здоровья, душевного цикла, счастья, благополучия и удачи на всех начинаниях. Дорогие наши мужчины, вот и настал ваш праздник. На этот день хочется искренне вам пожелать мужества в делах, успехов и счастья в личной жизни. Пусть ваши грандиозные планы будут сбываться. Счастья и здоровья вам! В каждую историческую эпоху были песни, которые отражали подвиг солдата, война и сражения. Попыри военных песен военных лет на сцене артисты Дворца культуры «Спартак». Наверх мы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Песня «Спартак» В недавнем прошлом мы отмечали этот праздник как день образования Красной памяти. 23 февраля 1918 года красноарминцы одержали первую победу над германскими войсками по странам. Красная армия была младчисткой и плохо вооруженной, но вера войну в правое дело уверилась в том, что Красная армия всех сильней делала эту армию непобедимой. Песня «Спартак» Белая армия Белая армия Навсегда останется в памяти народа подвиг солдат 9-й год. Все войны, которые проходили службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, с честью выполнили свой долг перед Родиной. Белая армия Белая армию Третьи сутки пути Кто бы знал, что нас ждет Третьи сутки пути И рассвет нас встает Новичный день и спец сон Как живет там наш родитель Длинный дом И далеко-далека Принесут его мне облака И на рассвете вперед Уходит ровно санта Уходит, чтоб победить И чтобы не умирать И дай им там прикурить Товарищ старший сержант Я верю в душу твою Солдат, солдат, солдат И на рассвете вперед Уходит ровно санта Уходит, чтоб победить И чтобы не умирать Ты дай им там прикурить Товарищ старший сержант Я верю в душу твою Победа в великой отечественной войне Это символ нашей силы и гордости Великий советский народ Выстоит самому страшному из всех городов Мы низко кланяемся ветеранам войны Но мы никогда не свободны в вашем роде Когда мы живем в крови И самой жизни Стояли свободу и независимость Отечество Не забывайте грозные года Когда кипела полская вода Земля дала ярость и огня И не было ни ночи, ни дня Сторожались мы у полских берегов Но кушили дивизии врагов Но выстоял великий наш солдат Но выстоял бессмертный сталинка Поклонимся великим тем годам Тем славным командирам и бойцам И маршалам страны И рядовым Поклонимся великим И членим Всем тем, которым Забыть нельзя Поклонимся Поклонимся Друзья Всем мирам Всем народам Всей семьей Поклонимся За тот великий бой Всем миром, всем народом, всей землей Поклонимся за тот великий бой! Слово для торжественного открытия предоставляется главе городского округа город Хасаюр Акмазову Зайнудину Дадобеговичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово предоставляется военному комиссару по городу Хасаюр, Хасаюртовскому и Навалакскому районам, Давудову Абакару Магомед Нибировичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые товарищи, 23 февраля страна отмечает Незащитников Отечества. Это особый праздник истории нашего государства. В этот знаменательный день наш народ отмечает великие заслуги расистского солдата перед государством и Отечеством. Сегодня, точнее завтра, исполняется 99 лет, когда началась славная героическая история нашего вооруженного сына. 23 февраля с огня победы Красной армии над Кайзеровской Германией в 1912 году и по 1946 год эта дата отмечалась как день Красной армии военно-морского флота. Затем она стала называться Днем Советской Армии военно-морского флота. А с 1 мая 1992 года, согласно указу президента Российской Федерации, праздник стал называться Днем Защитника Отечества. С 2003 года является официальным государственным праздником и Днем воинской славы России. Различные переименования эти праздничные даты отнюдь не уволяют его достоинства и могут изменить собственные исторические вехи наших доблестных вооруженных сил. Наш народ всегда с глубоким уважением относился к своим воинам. На протяжении всей многоковой истории России они верой и правдой служили Отечеству и оберегали его от агрессоров. Народная память бережно хранит подвиги и славу наших поколений, многих поколений, защитников Отечества, начиная от Ратникова Александра Невского и до героев Отечественной войны. Дальний период гражданской войны, образование и становление Красной Армии происходило в высочайших условиях сражений с иностранной интервенцией, внутренней контрреволюции, условиях острой нехватки военно-скохозяйства. Величайшим испытанием для нашей армии стала Великая Отечественная война, самая кровавая и высочайшая война в истории человечества. Сегодня современная российская армия не отступает от исторических военных традиций нашего государства. После Великой Отечественной войны воины нашей армии проявляли и проявляют героизм, мужество, отвагу, защищая интересы нашей Родины на ближнем и дальнем зарубежье. Это мы знаем Бегрия, это Чехословакия, Вьетнам, Корея, Ливия, страны Северной Африки, Афганистан, Южная Осетия, Сирия. И на всех этапах становления и развития вооруженных сил достойно выполняли свои воинские долги и войны в дагестанцы. Наши земляки всегда отвечали своей отвагой, мужеством, бесстрашной готовностью сражаться с врагом насмерть во имя Отечественной. Они достойно воевали гражданскую войну, они воевали достойно в боях в фашистской Германии и в металлистской Японии, во всех локальных вооруженных конфликтах. Так, в годы Великой Отечественной войны в республике был сформирован целый ряд воевых соединений, в том числе 44-я, 58-я армия, 91-я стрелковая дивизия, Тачкалинская дивизия, КВД, 714-й, заинтеракетный полк состоял только из девушек-горьяных, например. На фронтах Великой Отечественной войны, мы знаем, сражалось более 160 тысяч дагестанцев. Наши земляки героически сражались и в Кусте Бреста, и в Белоруссии, и на Украине, в горах Кавказа. Они активно участвовали в освобождении всех европейских народов и народов Кореи, Китая от влачевного и милитаризма. Современные молодые покорения дагестанцев воспитаны на бодвигах предков, героев-фронтовиков. И этим гордится наша республика, ибо много примеров нравственности, настоящего патриотизма и верности делу отцов. Летом 99-го года, когда на нашей земле пришли международные террористы, прикрываясь именем Аллаха и Ислама, захватили ряд селений приграничных сумадельских отраслей во властном районах. На защиту Дагестана в одном строю стали и военнослужащие, и сотрудники милиции, и ополченцы, чьи подвиги навсегда останутся историей отечества. Эти два военных месяца наш народ отстаивал не только свою независимость, но и поднял на новую ступень авторитет Дагестана как с оберенными народами России, так и на международном уровне. Благодаря героизму самоотверженности мирных жителей, ополченцев, милиционеров, конечно, и воинов российской армии, по отстоянию независимости нашего Дагестана. Любая война не обходится без жертв без тяжелых утраток. За мир и согласие зачастую приходится расплачиваться кровью. Мы все знаем наизусть эти цифры. За годы Великой Отечественной войны были удостоены высокого звания героя Советского Союза, 59 дагестанцев, 7 от наших дагестанцев, гавалировых, орденов славы. Десятки тысяч были награждены орденами и медалями различных достоинств. В нашем веке этой цифре добавилась еще одна цифра. 33 современных героя дагестанцев признаны героями России. Из них, к сожалению, большинство получили звания по смерти. Но суровая реальность жизни такова сегодня, что за мир надо бороться и его надо защищать. Где бы ни служили наши солдаты и офицеры, они всегда были верны своему долгу и военным присягнам. Сегодня в нередко боевых условиях также достойны службы тысячи дагестанцев во всех улоках нашей войны. В том числе среди них более 300 срочников Азаюковцев. Более двух тысяч военнослужащих по контракту офицеров и прокурсчиков Вячеслав Азаюковцев. И подавляющая часть наших граждан военной формы это порядочные, мужественные и честные люди. И мы рады, что сегодня не иссякает поток юношей, которые профессионально хотят стать военнослужащими. Все больше жителей, юношей нашего региона избирают сегодня профессиональную жизнь офицера. Если в 2000-х годах 20-30 человек в год изъявляли желание, сегодня в 2014 году 51 человек из числа молодежи в годе направленного в высшее военное училище. В 2015 году в высшее военное училищество было направлено 57 человек. В прошлом году уже 69 человек. На сегодняшний день в этом году 54 человек. Ибо, как гласит народный предатель, родная земля может накормить человека хлебом своим, напоить водой и своих родников. Но защищать себя родная земля не может. Это святое дело тех, кто для этого предназначен, который кушает, бьет ее воду, дышит ее воздухом. Поэтому профессия защитника отечества всегда была и будет, есть и будет, самая почетная и самая благородная. Я желаю всем ветеранам войны, всем ветеранам в блокаде конфликтов, ветеранам в Оржаве, всем доброго здоровья, благополучия и успехов, особенно воскресения в нарастающем молодежи. Поздравляю вас всех, блажаемых освердившихся с государственным праздником, Днем защитника отечества. Спасибо. Слово для награждения предоставляется управляющему и руководителю аппарата администрации Магомедову Гаджияву Гусейновичу. Уважаемые друзья, уважаемые хаса-юртовцы, наш адрес поступил в приветственный адрес от руководителей республики и многих руководителей городов и районов республики Тагестан, разрешите мне зачитать дверь. Уважаемый Занитин Дадамедович, поздравляю вас с Днем защитника отечества, праздником всех, кто обретает мир, стабильность и благополучие России. В этот день мы чувствуем тех, кто выбрал для себя крупную, но почетную профессию, верой и правдой служить обчизне, стоять на страже национальных интересов страны, укреплять ее оборудовство в солнце, создавать условия для мирной, благополучной жизни наших граждан, стабильного развития России. В памяти народа навсегда останутся подвигами многих поколений воинов, в ходе суровых испытаний, отзаявших родную землю от врага. И сегодня вооруженные силы нашей страны выступают на переднем крае борьбы против международных террористических организаций, а также принимают активное участие в реализации гуманитарных проектов России на Ближнем Востоке в Сирии. Уверен, что регистрации и пред будут честно выполнять свой воинский долг, достойно служить в вооруженных силах Российской Федерации, подавать пример истинной преданности Родине. Желаю вам мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества. С уважением, глава Республики, Рамазар Аблатипу. Еще один приветственный адрес поздравления. Уважаемый Замин Дабагиевич, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Это поистине всенародный праздник, символизующий мужество и патриотизм, объединяя всех, кто посвятил себя служением Родине, считает своим долгом обеспечение защиты интересов отчизны. В этот день мы выражаем уважение тем, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. И отдаем дань памяти всем, кто ценой своей жизни отцелил для современного поколения мир на нашей земле. Желаю вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия. Руководитель администрации и главы правительства Республики Дагестан, Исмаил Эфендиев. Есть очень много поздравлений. Я из-за наших дефицита времени зачитывать не буду. Сейчас сюда для вручения наград приглашается председатель городского собрания города Хасаюд Дагаев Загицалим Давудович. Почетная грамота. Собрание депутатов городского округа города Хасаюд за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за умелое руководство проводимых общегородских мероприятий, с честью исполнившему свой долг воина-интернациониста и в честь празднования Дня защиты Отечества награждается Акмазов Загицалим Дагаевич, глава городского округа города Хасаюд. Вашим усилиям... Аплодисменты в школе города Хасаюд Аплодисменты в школе города Хасаяд Уважаемые друзья, так как глава городского округа здесь, Воспользуемся слушанием заслуженный работник муниципальной службы в Великой Тагестан присваивается Ахкубекову Ахкубекову Магомедовичу, начальнику отдела доходов финансового управления администрации городского округа Асавира. Ахкубеков Указ главы республики Дагестан о награждении государственным наградами республики Дагестан за достигнутые высокие успехи и многолетнюю платформную работу наградит шаховедов Магомедов Ярзалиевича, начальника муниципального хозяйственного учреждения финансового управления администрации городского округа город Асавир за служение работы муниципальной службы республики Дагестан. Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 Это свидетельствует о большом авторитете непобедимых защитников Отечества. Начиная с февраля 1917 года, на дистанции, в частности, наши земляки хасамюртовцы принимали активное участие в защите интересов Родины. В годе Великой Отечественной войны, в 1945-1945 годе, из города Хасамюрта были призваны 14 тысяч человек, из которых более 7 тысяч человек сложили головы на полях сражений. Хасамюрт славится тем, что у нас 11 героев Советского Союза, 1 герой России и 1 полный кавалер орденов славы. Вечная им слава! Хасамюртовцы принимали активное участие в защите конституционного права и социалистической Венгрии в 1956 году, благодаря советских войск подавленным контрреволюционным методом. Хасамюртовцы не были в стороне и при защите интересов чехословацкого народа в августе 1968 года. Особо хочется отметить, что горожане, более 600 человек, приняли участие в выполнении интернационального долга в Республике Афганистан. В 1979-1989 годы более 100 человек афганцев вернулись огненоносцами, а 10 человек погибли как герои, защитники интересов афганского народа. В августе-сентябре 1999 года международные террористы нарушили мирный покой дагестанцев и хасамюртовцев. Здесь по зову сердца вышли на защиту родной земли более счастливых афганцев с легендарными руководителями города Саэгипожеву Махановым и Арсеналем Муртазалиевым. Если бы не проявили патриотизм и выдержку, мы были бы в огне событий с многочисленными жертвами, а также разрушениями наподобие наулака, подпиха и цумадей. Ни один террорист не прошел через нашу святую землю, хотя были попытки прорваться на Хачкала через Саэгипожеву. Мы, оставшиеся в живых ветеране, гордимся подвигами защитного отечества и сегодня активно ведем работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Саэгипожеву. Нас, к сожалению, осталось мало. Участников в Великой Отечественной войне всего 7 человек, приравненных к ним 4 человека, участников в Венгерском совете 8 человек, участников в Афганском совете 117 человек. Это наша живая легенда серповед. Огромное спасибо руководству страны, руководству города за моральную, материальную и правовую поддержку ветеранов в это тяжелое для страны время. С праздником, товарищи горожане, да здравствует Россия и его обожженные силы, как город защиты конституционного строя. Хочу завершить свое выступление стихотворением Олега Поличева. Несокрушимая легендарная, боявка, знавшая радость побед, тебе, любимая, родная армия, ждет наша Родина песню привет. Спасибо большое, в праздник принято дарить подарки. Ну а что же мы, артисты культуры, можем подарить вам? Конечно же, песни и танцы. А я надеюсь, что лучшей наградой для нас будут ваши аплодисменты, друзья. Давайте поаплодируем. Замечательно, на сцене ансамбль «Вдохновение» про гимназии Ивушка, победитель республиканского конкурса «Очаг мой родной Дагестан» и артист Дворца культуры «Спартак» Дариман Авшаков. Большие аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ У России победы заменим чьи и теряться воли почи, неустанно посты пограничные, вмятная её рубежи. Сло 재на ole типа нелегкая и наэр там немало печи. Но когда на пасту пограничница, Далее сердце сурово ручит. Эти женские лица, Попаяние границы, Мы ее мократься, да, Вы глаза и лестницы. Вы защитницы наши, Мы в дальнейшем наши. У границы российской Непрекрасный лица, У границы российской Непрекрасный лица. Едут тостили в нам заграничные, И там угодно в розыше всем миром. Нас встречаются мы, В тюрьме все в журнай, По пробелочным лукатами. Миром в снеге высоса пророжены, И ярко солнце погрели. У меня есть свой дом, На конечницы, На просторах российской земли. Эти женские лица, Попаяние границы, И ее красота, Вы глаза и лестницы. Вы защитницы наши, Умертаньи продажей, У границы российской Непрекрасный лица. У границы российской Непрекрасный лица. Эти женские лица, Попаяние границы, А поляне границы, Пылья красота, Мы глаза и лестницы. Эти женские лица, Эти женские лица, У границы российской Непрекрасный лица. АПЛОДИСМЕНТЫ В Нариманов, Шагов, Киен Санбль, Вдохновение, Кровиназия, Ивушка. Вся страна с глубоким прискорби восприняла печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны Российской Федерации в районе города Сочи. В самолете находились в том числе и участники академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Эта страшная трагедия унесла жизни людей, которые были полны сил и планов. На сцене Наиля Палаева. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит в глубже ламой пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи, скользя по небу пристально. Там нет меня, где ты в волосе и затуманит белый тень, где со знаки дар на слез, где со знаки дар на слез, утрен заботливый олень. И я только там, где ты порой как мне глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход начинает как узел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что ты без тебя осенний родитель, улетает небосвод, и как дома ты гдеум другом дадам. Тебе нет меня, где Ichi-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо тебе за собственный ум За всё, что люблю, за всё, что умею Спасибо за мир, в котором живу Забудьте в ладу, что душу согреет Спасибо тебе за веру твою За каждое мудрое, веское слово За душу, ты есть, я много благодарю Забудь ты один и не такого другого Перед вами выступили воспитанники детско-юношеских вокальных студий Дворца культуры «Спартак» На сцене ансамбль национального танца «Дети Кавказа» Воспитанники прогимназии «Ивушка» Победители республиканского конкурса «Очаг мой родной Дагестан» Ваши аплодисменты 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА